Девочка-пай На утро мы решили разделиться. Ольга отправилась отдыхать в уникальный спа-комплекс «Шампань-спа», все ритуалы которого основаны на удивительных свойствах классического шампанского и винограда. Я был совсем не против, чтобы она окунулась в атмосферу блаженства, безмятежности и счастья. Субтитры подогнали Симон. Сам же тем временем с удовольствием посетил святую святых школа гастрономического искусства Абрао-Дюрсо – «Кухню» и встретился с ее шефом Сергеем Ольшевским. Пока я осматривал оборудование школы, Ольга выбирала для себя подходящую процедуру. Глаза разбегались и желание остаться тут в гостях где-нибудь на недельку постепенно овладевало моей драгоценной супругой. Наконец, выбор был сделан. Отчего же не понежиться в ванной, заполненной настоящим шампанским? Действуй, любимая! У меня в Абрао свой фетиш. Всем моим друзьям и некоторым телезрителям известна моя страсть кулинарии. Не в смысле любовь к сладенькому, а с точки зрения приготовления всяческих блюд. Отчего же не поучиться у профессионалов правильному нарезанию, обжариванию или, скажем, пассированию? Ну да не буду загружать вас в всяческой гастрономической терминологии. После посещения СПА Ольгу ждала экскурсия по подвалам. Я же тем временем решил поподробнее узнать про школу. Благодарю! Малышевная процедура! Спасибо большое! Всем привет! Благодарю! Для хорошего знакомства, как говорят, когда приезжаешь в гости, надо приехать с подарком. Я привез вам маленький подарок от своих друзей из Москвы. Это гастрономический клуб «Ля Бонгу», который делает из правильных продуктов разные вкусности. Я привез вам скромный подарок фуа-грасса. Спасибо большое! Тем более, в таком месте, с такими замечательными напитками, которые у вас здесь делают, фуа-гра, по-моему, самый удобный. Это идеальный вариант. Врачу и с инжиром. Да, очень интересно, надо будет попробовать обязательно. И оценить, как хорошо. Конечно, конечно. Ну и приехал-то, чтобы узнать о вашей школе подробно. Потому что, когда я рылся в интернете и нашел название «Кулинарная школа Брау-Дюрсо», меня очень заинтригало все это. Расскажите о том, как родилась идея кулинарной школы и что вы в ней делаете? У нас есть несколько направлений. Одно направление профессиональное. То есть мы все-таки созданы для того, чтобы повышать квалификацию, профессиональную переподготовку проводить. Второе направление – это гастрономический туризм. То есть наши уважаемые отдыхающие, которые попадают летом в такое замечательное место, как Брау-Дюрсо, получая море, озеро, горы, виноградники, воздух, который можно нарезать ножом. В какой-то момент возникает все-таки все равно элемент скуки. Вот эту скуку мы можем убить на корню. За счет чего? За счет того, что у нас есть мастер, у нас есть замечательная кухня, у нас есть великолепные возможности. Сережа точно так же людей учит готовить какие-то блюда. Это очень интересно и познавательно. То есть вы не просто, извините, приехали попить шампанского. Вы что-то научились делать, сделали великолепный, скажем так, фон для нашего продукта и в результате получили опыт, знания и хорошее настроение. Это гастрономический туризм. Плюс еще направление, это идея нашего шеф-повара – это давать возможность молодым ребятам, которые только закончили кулинарный техникум, найти место, где можно повысить свой разряд. Где тебя профессионально, хорошо, красиво, по-настоящему погрузят в кухню, научат сдавать каждый день экзамены на плите и доведут до уровня мастера. И самое интересное, мы хотим еще здесь раскрыть кухню регионную. То есть многие сюда приезжают уже смотреть на изготовление шампанского, виноградники, а еще помимо всего этого есть уникальные продукты, из которых можно готовить в Черноморской побережье, очень богато рыбой, морепродуктами. Поэтому мы готовим Кабулу и Барапульку. На территории вообще Абрау-Дурсо у нас есть комплекс ресторанов, который включает в себя несколько ресторанов. И итальянская кухня, французская кухня, пиццерия, латино-американская кухня. Поэтому, скажем, знания, обучение у нас разнообразно. Мы можем много чего показать. Но здесь больше всего хотелось бы сделать акцент на именно французскую гастрономическую кухню с учетом нашего региона. Я был во Франции, в Шампань-Ордене, в Римсе. И обратил внимание, что практически все продукты, которые там, они есть у нас. И все схоже. Все очень схоже. И Кефаль черноморская, Рандам Кефаль тоже есть. И Камбала черноморская, Тутюрбол. Очень похоже по качеству и по составу мяса. Поэтому здесь можно творить. С виноградом можно делать, с ладой лозой, с листьями виноградными можно делать. Очень много интересных вещей. Так что, я думаю, что здесь есть, с чего готовить здесь. То есть, насколько я понял, к вам в школу может попасть не только профессионал, шеф-повар, сушеф любого ресторана пройти обучение, повышение квалификации, но и любой турист, который приедет просто отдыхать, может сказать, я хотел бы научиться чего-нибудь готовить. И он сказал, да пожалуйста. Вот так и говорим, да пожалуйста. И даем возможность, да. Мои дорогие друзья, я вам советую приехать в Абрау-Дюрсо и научиться готовить что-нибудь очень интересное. А Сергей вам поможет. 20 ноября 2010 года Абрау отметила свое 40-летие, то есть практически полтора века. Все это время своей продукцией дошло запутан цикла. Вот этот тоннель, где у нас лежит империал. Империал – это высший сегмент, да. То есть, скажем так, это отборная из лучшего. И из 8 миллионов бутылок, которые находятся здесь в тоннеле, на империал идет только 650 тысяч. Это самое-самое лучшее. Причем империал Кюве Арнуро в 2010-2011-2012 году на лондонской выставке получил третье место. Как говорила, одна из великих вдов, Лили Болинжа, что я пью шампанское, когда мне груз, когда мне весело, когда я одна, когда я в компании. Во всех остальных случаях я к нему не прикасаюсь, если, конечно, не хочу пить. Только остается тоннелей. Мы сейчас с вами зашли в середину горы, и это 26 метр от ее начала. Самая низкая точка – 45 метров. В тоннелях поддерживается постоянная температура и влажность. Зимой и летом плюс 12-15, и 80-85% влажности, что немаловажно. Это все естественно, и ничего искусственного не поддерживается. То есть, как видите, продукт выдерживается в идеальных условиях. До войны все пять голицынских тоннелей были двухуровневые. В Раундеусо, как и на Российск, больше года было оккупировано. И когда оккупанты уходили, конечно, они попытались все уничтожить. То есть завод был заменирован. После взрыва перекрытия окна досуды остались. И вот над этими тоннелями сотни специалистов трудятся над созданием прекрасного искристого напитка. Ольга Вениаминовна, наш уважаемый гид, провела мою супругу по всему циклу производства, где миллионы пузырьков, замкнутые под высоким давлением в свои сосуды, начинают путь к вашим, дорогие мои зрители, столам. Может, одна из этих бутылок окажется в вашем холодильнике накануне Нового года или другого семейного праздника. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мама освободится и мы едем обязательно. Но как можно уехать из Абрао, не побродив по тенистым аллеям, парку и набережной? Как можно отказать гостеприимным хозяевам, страстно желающим, чтобы их гости так же сильно полюбили их край? Как бы мы не торопились в дорогу, побороть желание узнать Абрао еще лучше не было никаких сил. Тем более, что нигде на всем Черноморском побережье такой набережной больше нет, благодаря различным уникальным объектам и памятникам, которые на ней расположены. Виды из нее просто поражают и радуют глаз. Большое голубое пресноводное озеро Абрао окаймленное красивыми озелененными горными массивами. В озере можно искупаться, просто прокатиться по нему на лодке или катамаране, можно даже порыбачить. Прямо у воды стоит памятник Леониду Утесову. Заканчивается набережная поселка Абрао-Дюрсо очень интересным и необычным арт-парком, в котором представлено современное концептуальное искусство. Этот парк создали художники во время арт-фестивалей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok